Доброго времени суток, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой личный видеоблог в YouTube. С вами Тальшахар. Персональное спасибо тем, кто является подписчиками моего канала. Если вы не подписались, рекомендую сделать это прямо сейчас. Почему? Посмотрите этот видеоролик и примите для себя решение, нужен ли вам этот канал или нет. Итак, совсем свежая информация, буквально двухмесячной давности в Москве разоблачена очередная финансовая пирамида. Московская полиция пресекла деятельность группировки, организовавшей финансовую пирамиду под видом инвестирования с повышенной доходностью. Возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых задержаны и арестованы. Об этом, как передает корреспондент NDD News.ru, сегодня сообщает пресс-служба ГУ, Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве. По данным полиции, члены организованной группы арендовали офисное помещение на Садово-Черноградской улице и распространяли рекламу в газетах и на интернет-сайтах с обещаниями получения ежемесячного дохода до 16% от внесенной суммы. При этом клиентам предоставлялись заведомо ложные сведения о деятельности компании, о ее активах, финансовой и налоговой отчетности. Полиция установила, что эта организация какую-либо инвестиционную деятельность не осуществляла. Деньги на расчетные счета не поступали. Налоговая и бухгалтерская отчетность не предоставлялась. Кроме того, компания не имела в штате сотрудников. Генеральный директор являлся номинальным и не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности фирмы. В результате сотрудники полиции задержались поличным в момент получения вклада, обратите внимание, вклада в кавычках, в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей троих подозреваемых. Против них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Мошенничество в особо крупном размере. Решение Басманного районного суда в отношении всех трех фигурантов и урономера пресечения в виде заключения под стражу. Проведены обыски по местам жительства подозреваемых, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. 2015 год. Новый регион Москва. Хочется от себя добавить, каждый день, буквально каждый час, в мою ленту, неважно, это Facebook, это Skype, это Google+, это другие социальные сети, попадает в заманчивое предложение с заманчивыми процентами. Заманчивые вклады, заманчивые инвестиционные компании, которые работают во всевозможных инвестиционных полях, на всевозможных крутых PPP площадках и так далее. Но ничего, кроме ничем не обеспеченного и ничем не подтвержденного договора займа, эти все фондики не представляют. Беда в том, что так называемые инвесторы в итоге оказываются глупцами, которые поддались на собственную алчность, глупость, желание на халяву разбогатеть. Кто виноват? Те, кто создает подобные псевдоинвестиционные компании, конечно же, ожидают тюрьма. Но я думаю, и те, кто хочет разбогатеть до 16% от внесенной суммы, по идее судить надо тоже. Надо таких людей тоже наказывать. Сначала наверняка конфисковывать ту сумму, которую они уложили в эту компанию. 16% от внесенной суммы в месяц. Вы просто вдумайтесь в эту сумму. Это порядка 200% в год. Неужели вы не подозреваете, что все толстосумы делали бы такие бешеные обороты в таких тихих пристанях? Ну, некоторым действительно нравится оказаться Буратино. Ну что ж, удачи тогда вам, друзья. Всего самого доброго. И ждите, когда вновь пресс-служба Главного управления МВД сегодня Россия, завтра Казахстан, а послезавтра Беларусь, может быть Украина, может быть другого государства вновь вам сообщит, что ваша инвестиционная компания оказалась лохотроной. Удачи! Хорошего вам дня! Продолжение следует...